На регулярную встречу в администрацию района были приглашены 14 представителей компаний-должников. Однако пришли далеко не все, только половина. В том числе компании Skyline Gold, Tresmos ElectroTechStroy, ArtPakem, Zareche Invest и Vitrina. Их суммарный долг перед бюджетом почти 65 миллионов рублей. Разброс в цифрах впечатляет. От 436 тысяч до 35 миллионов рублей. По состоянию на 4 апреля погашена задолженность во все уровни бюджетной системы должниками в объеме 54,3 миллиона рублей или 8,8% от суммы задолженности по всем платежникам, которые были приглашены на заседание комиссии. Одним из первых был рассмотрен случай детского санатория «Васильевская». Учреждение задолжало в бюджетах всех уровней почти 3,5 миллиона рублей по земельному налогу. Наша детская санатория «Васильевская» – бюджетная организация, которая живет за счет выделяемых субсидий своим учредителям, а именно Министерством здравоохранения Российской Федерации. До 2013 года учреждение добросовестно оплачивало земельный налог. Воробьев пояснил, что долг образовался из-за дефицита субсидий. Сейчас администрация санатория принимает меры по снижению налоговых выплат путем оспаривания кадастровой стоимости земельного участка. И срок у нас очень и очень, наверное, сжатый и короткий. В течение следующей недели необходимо решать вопрос уплаты налога в бюджет. На встрече было принято решение доложить о сложившейся ситуации в Минздрав России. Для этого будет подготовлено письмо за подписью главы Одинцовского района Андрея Иванова. Анашкина подчеркнула, что выжидательная позиция некоторых предпринимателей, которые надеются, что ситуация разрешится сама собой, неправильная. Ведь долги придется отдавать в любом случае. Еще один приглашенный Дмитрий Смирнов, представитель компании «Бизнес-премиум». Он должен государству миллион двести двадцать тысяч. У нас это впервые в этом году именно сбоя за банку. До этого у нас никогда задолженности не было. Мы эту задолженность закроем в течение следующей недели. У компаний-должников осталось совсем мало времени. 15 апреля они должны погасить все свои задолженности. Дарья Сутягина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.